Всем привет! Меня зовут Сергей Зинькин. Я хочу представить вашу внимание. У нас есть бесплатная карточка. В Украине свыше 500 тысяч предприятий зарегистрировано в сфере услуг. Но как клиенту найти подходящую услугу в этой огромной свалке под названием «Изаблет»? И с другой проблемой сталкивается огромное количество пользователей. Рынок огромен, и шокер анализировал буквы. Количество поисковых запросов связанных на сфере услуг составляет более двух миллионов в месяц. Над этой проблемой уже работают все больше и больше конкурентов, и они пытаются как-то решить. Но если конкуренты по своей массе своей – это рекомендационный сервис, то мы качественно отличаемся от всех остальных. Во-первых, тем, что мы ориентируем в первую очередь на украинский рынок. И во-вторых, тем, что если остальные хотят охватить и рестораны, и услуги, то мы с конкурентом только на услугах. И третий – это новый подход к поиску. К примеру, вы хотите найти СТО, которая находится ближе всего к вам. И чтобы она подходила к вам и по цене, и по качеству обслуживания. Как раз эту проблему и решает наш ВЭКСКОВИД ДОСТПИЛ. То есть, основные критерии – это местоположение, цена услуги и рейтинг компании. Примерно такой поиск, может, некоторые встречали в поиске квартир, который, например, сайт вышел в тысячи. То есть, некое аналогичное, как это у нас только расширено. Бизнес-модель у нас построена на платных пакетах для компайса. Компании готовы платить за дополученный трафик пользователей. У нас разработан платный пакет, то есть, что входит в расширенные возможности для компайса. За небольшую сумму в месяц компания получает возможность размещения ограниченного количество услуг. По умолчанию – это три услуги для бизнеса. Добавление филиалов, размещение акционных предложений и детальная статистика по посещению. Наше продвижение состоит из сверхостных этапов. Первый этап – наполнение компаний. Сейчас мы сконцентрируем свои силы на автомото, высота и здоровье, поиск юридических услуг, транспортных услуг. Компании мы привлекаем с помощью SEO, контекстной рекламы, а также холодных возможностей. Второй этап – это привлечение пользователей. Мы также уже им занимаемся, но пока только это SEO-продвижение. В будущем мы планируем расширить наш маркетинговый степень. И финальный этап – это формирование бренда. С чем у вас ассоциируются слова чеки? Я думаю, что у многих ассоциируются фосквы. Также на этих же принципах мы хотим ассоциировать наш бренд, чтобы при поиске услуг у всех было слово «доспилось». Также, когда вы хотите выложить объявление, вы вспоминаете остатки. Наш план на дальнейшее развитие – это упростить и еще раз упростить. Мы хотим минимизировать количество действий пользователей для поиска необходимой услуги. То есть, если на данный момент у нас это каталог, то мы хотим его резюмировать от каталога к поиске. На данный момент у нас сложенная команда состоит из SEO-шника, программиста, двух менеджеров по работе с клиентами, а также я с Сашей, мы основатели проекта. Над проектом мы уже работаем полгода. Есть компании, которые интересуются платными пакетами. В принципе, мы могли бы развиваться и сами, но мы приняли решение о поиске инвестиций. Мы планируем привлечь инвестиции в размере 300 тысяч долларов на 12 месяцев. Мы с СССР нужны на расширение штата для того, чтобы более оперативно реагировать на изменения, на качественную модернизацию сайтов, в том числе и организацию поискового движка, на разработку мобильных приложений для iOS и Android, а также для расширения маркетинговой стратегии и продвижения нашего бренда. Всем спасибо! Это наша первая презентация. Готовы ответить на ваши вопросы и комментарии. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы сказали, что будете формировать бренд. Зачекин это у нас в Усквен. Да, думаете? Я как всегда говорю, зачекинься, а как у вас? Подиспилось это или как? Какой слайд? Диспильный! Сейчас пойдет распределение. Я думаю, как с Асландом. Я не думаю, что приобретите Асландите. Ну что, с Асландом до 0? Это слайд не доступен. Раз половинку. По диспостам. Да, тебя, тебя. Вопрос именно по продукту. Как вы собираетесь оценивать качество? Есть много парикмахерских. И если они сами будут заливать в артилет, то все не будут просто. А как вы выбрали с Асландом? Как вы выбрали с Асландом? Я не понимаю, а что Яндекс делаешь? Качество у нас определяется на основе пользовательных сервисов. Но кроме, в отличие от рекомендационных сервисов, у нас есть форма, сразу же на сайте сравнить цены. И поисковик вам будет выдавать более релевантный ответ, в зависимости от того, где находится ближе к вам данная услуга. Нет, я имею в виду, что глупаюсь на основе пользовательских операций. Для каждого количества есть разница, на себе речи для того, как вы понимаете, если вы хотите поехать, а то, как вы хотите поехать, а то, как вы хотите поехать. Ну, не просто это, ну, просто, раздел, где... Очень сложно оценивать. Какая-то эфирская. Без ТОА уже был только. И что будет, когда конкуренты все затролят? Рейтинг у нас формируется на принципе, если пользователь сделает отзывы. То есть, пользователь составляет отзыв, этот отзыв может... На него, как в подлайне, может отвечать компания, то есть, ответить, если, допустим, негативное обслуживание, почему это было невыполненное обслуживание? Если что-то положительное, сказать нам спасибо, и на это все могут... могут реагировать другие пользователи. То есть, это будет какой-то себе сниженный конк, который... То есть, это будет больше про текст, чем про циферку, да? Да. Циферка будет основываться на... Ну, как в истории, знаете, по-другому. Нема российской умовы. Хреновый проект. Нема российской умовы. Тебе особо сравнивали отзывы? Сейчас пока еще нет. То есть, мы еще только буквально там... еще не полный месяц, как вышли в сеть, и только-только начинаем. Пока у нас идет вот первый... первый план продвижения, это наполнение компаниями, для того, чтобы можно было снижать уже пользователей. Мы стремимся честным образом наполнять компаниями. То есть, это не фейковые какие-то, это... Накважься. Да, сегошник все это работает, и не фейковые. Можно, да? Да, да, давай. Значит, ребята, первый раз это хорошо пробуйте, потом научитесь. Значит, первое. 300 тысяч на год это кредит. Это не инвестиции. Это чтоб примерно понимали. Просто это действительно большая разница. Это значит, вы через год его как-то отдадите. Второй вариант. Не слушайте вот эти вопросы, а что у вас будет и все. Вы определитесь вообще, а ну вообще нахер кому-то это надо. Потому что ситуация такая, бестуаз накрылся, все накрылись. Там, допустим, ел, хорошо пошел, но он с чекином, он по сквер съел, у них там очень много денег. То есть тут ситуация такая, вы в идее выступили, хорошо, но не поверьте того, что если из зала было 3-4 вопроса, о, было бы круто вот что-то сделать такое, что это кому-то надо. Вот вы вышли на рынок, вот покрутитесь теперь за свои деньги, там, не знаю, полгодика наберите, хотя бы, не знаю, два десятка клиентов, которые заплатят вам за что-то. И тогда вот дальше развивайтесь. Потому что сейчас просить 300 тысяч непонятно за что, потом еще на 12 месяцев, ну, то есть, лучше заложите тогда что-нибудь и возьмите этот кредит. Просто слушайте всех, но очень обязательно фильтруйте вот все и что вам зададут. Потому что ухватитесь за какой-то вопрос, который, о, чуваки, говорили, они же, наверное, что-то знают, и это было кому-то полезно, и будете делать очередную никому не нужную фильм. Раньше свалитесь, поменяйте концепцию, перейдете там, допустим, из отзыва на что-нибудь более другое, и будет все хорошо. А деньги сейчас не ищите, это без того. Спасибо за совет. Спасибо. Будь ласка, там был . А вы заполняете, ну, услугами автоматически или сами руками заполняете? Ну, есть менеджер, работа с клиентами, да, то есть мы вручную работаем. Либо компания имеет свой личный кабинет, то есть тех, кто заполняет, они вручную заполняют, а также мы помогаем им заполнять с помощью менеджера. Вопрос, как держать актуальную базу? Вот-вот. То есть это же огромное количество компаний, а вы еще говорите, что у вас еще и цены будут сразу в базе. Цены меняются очень часто, какие-то услуги приходят, какие-то входят, это же вообще... Когда будет достаточно количество пользователей компаниям будет выгодно самим держать цены актуальны? Потому что если цены будут не актуальны, пользователь пожалуется на услугу, и... Ребят, Ребят, момент. Значит, смотри, у тебя получается так, для того, чтобы заработала вся система, тебе надо, а, чтобы появились там компании, которые кто-то ввел, потом, б, появились отзывы, которые ввели, и только потом, когда появятся компании отзывы, вдруг начнет работать волшебство. Ты понимаешь, что это волшебство? То есть, что-то должно быть? Да, вот на чем-то с одном сосредоточить, и вот как... Либо наберите большой каталог, либо сделайте удобную голосовалку, и... Потому что... Сейчас это такое, вы хотите изобрести этот... сферический конь в вакууме, который будет отдельно жить. Вот если бы вы, допустим, интегрировали там все прайсы из хатлайна, или там какие-то использовали схемы, орхи, или еще какие-то варианты менеджмента. Просто определитесь, что вам важнее. Вам важнее набрать этих... именно базу... Где голосовать? Или у вас должны люди, которые... что-то там на них голосовать? Определитесь, что вас важнее, и копайте только в эту сторону. Потому что говорят, они будут, это будет выгодно, они будут поддерживать, они будут нам сообщать последние прайсы, это... это фантастика. Вот те... Ну, не, я буду рад, если у вас все получится, начните с чего-то одного. Вот что важное, а остальное, оно как-то пойдет. То есть не верьте. Выберут? Да. Как таковые... Да. Как таковые услуги, они не... не уделяют внимание, они, вернее, начали уделять совсем недавно. Да ладно. Да ладно. Чем? Чем вы хотите отвечать? Более удобным поездом. То есть, это будет более успешный, Я делал поезд, но прям... Вы что, вы на поезд не пропали, а вы прям я что делаете? Бей, что ж оно падает? Это жесть, правда? Да. Но кроме что... Нет, людина робила поезд. А, делал? Да. Исходники остались? Понятно. Хорошо, так пропадуем перейти... Ну, не слышали ответ. Ну... Ты хочешь на палочку поставить? Вообще идеально. С меня невинно... Правильно выстроила линия. Это зеркало. Я всегда бы в бранжа пришел, я бы спел. Что там у вас такое? У гульки не ходят. Тогда у вас вычитать не смысл. Он очень огромный. Он хочет охватить все. Поэтому... Если предоставить... Я... Я не совсем не понимаю. Вы бы сказал, что у вас можно побачить цену, и если там цена некорректна, то я могу кому-то поживиться. Ну, как пользователь, вы можете отреагировать на это. То есть, после того, как вы используете... У вас в двух пакетах есть возможность дать три послуги. Правильно? Я почувствую. Да. А как вы планируете, ну, например, с меня этих станций? Как вы хотите загонять эти станции? Не помню, ребята, это мегапарстрель. Что ты сделаешь? Что ты, одна маленькая стрельня, например, станешь списком лучших этих... Не, ну, питание в чем? У меня, мне треба сделать ТО автомобиль. Ну, в модели есть там и меры, и соответственно, и запчастины, и послуги по колонне того автомобиля. Варианты послуги это сильно... Ну, давайте так, вы же сейчас включаете какие-то компании? СТО, вы сказали, зараз проезжаете. Каким чином у вас СТО вывешивает свои праздники? У вас СТО бесплатно, то есть три основные послуги. Если вы не вмещаетесь, вы заказываете платный пакет и размещаете неограничное количество. У вас есть хоть одна СТО? Да. А как вы... Какие три основные послуги СТО публикует? На свою усмотрение. Те, которые более важны для них и так далее. Допустим, у СТО оно может самые популярные свои, допустим, замена масла, на монтаж и еще что-то. Да. Можно зайти на доспилу и подиваться. Горячее. Да, да, кстати. Рекомендую. Да. Зараз, пожалуйста. Я скорее хочу прокомментировать. Может быть, частично им придать поддержать, и, может быть, частично им ходить за своим опытом. Я делал... Я делал подобный проект в строительстве. Согласен с вами, что на пром.юана идти что-то очень сложное невозможно. Мы шли по такому же как и вы, наполняли сначала компании руками, потом предлагали им самостоятельно обновлять прайсы. И их прайсы содержали очень много позиций. Я рекомендую задуматься об автоматической обработке прайсов, потому что руками они не будут обрабатывать, они ленятся. Автоматическая обработка прайсов для вашего поиска это очень технологичный объект. Мы закрылись с нами. У меня вопрос такой. Вы собираетесь монетизироваться на бизнесах. То бишь, они должны вам платить. Но для того, чтобы заставить бизнес заплатить вам за участие в вашем каталоге, у вас должно быть уже какая-то критическая масса пользователей. Как вы сейчас просите, с чем вы приходите к бизнесу, просите его заплатить, если у вас еще нету... Мы еще пока не просим. Не просим. У нас в процессе разработки платные услуги, то есть мы еще не все разработали. Скорее всего где-то через неделю-две мы сможем это уже вылить в каком-то более таком полном объеме. На данный момент это такая себе бета-версия, на которой мы выпустили сайт для того, чтобы можно было его наполнять контентом. То есть наполнять компаниями на бесплатном уровне, то есть никаких затрат, ни для кого это не есть. Вы сначала бесплатно наполняете компаниями, привлекаете трафик, и когда трафика много, вы с этих компаний начнете просить деньги. На удаление оттуда. на счет быть интересным, тогда они будут готовы платить. До этого никто не сможет с них взять и купить. Понимаете, никак не будет так. Твоя же классическая задумка равно классическая ошибка. не платить деньги. Мне же вообще ничего не делать, а бы было. Надо сначала определиться есть ли на это спрос, а за то не делать. Ребятам просто захотелось на программе. Народно нас жалуют, что мы тут много говорим. Народно нас жалуют, что мы тут много говорим. и на фриклад. Ну, если у вас основных на SEO. Грантум стримкам и гугл по бизнесу. Ну, допустим, во многом на себя это заперет мобильное приложение. Мобильное приложение даст тот свой тул. Расскажите, как это мобильное приложение появится у потребителя услуги? Ну, вдруг мы ее поставим. не, 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 почему не надо? Работать можно на всем. Трафик будет, их купят просто за трафик. Кто поставит? мы их не писали, как это было. Вы говорите правильно, потому что есть за шлоп. Зашлоп сказал, откуда, что этим нужно заняться. Нужно найти там человека, который сделает это. Нужно обратить время на SEO, на какие-то задвижения. Постоянно этим заниматься. Люди это не надо делать. Ну да, они делают теоретически, как я понимаю. Делать все в силу. Если бы они к чему-то не знали, допустим, что-нибудь партируют, допустим, тот же hotline, промывать, остальное вместе. О, эта фирма одинаковая. Да, у меня просто на эту тему есть классный материал. мы думаем об этом, как это сделать, чтобы четко было понятно, что от нас пришли в чеки. Да. Вы думаете, потому что это очень тяжело будет войти в конституцию по GTC с помощью, чтобы так выключить. Таня, в том фильме. Ну, конечно, понимаем, потому что мы уже столкнулись с многими проблемами. Ну, достаточно успешно, если я справляюсь, просто время, но все быстро успевает. Да, на рассудок материалу, который мне рассказывает на все ваши вопросы. На ЦП, ранее 7 октября 2013-го, называется материал пушный ревеню шеринг или пиль о настоящих паразитах. Я сейчас кину туда, это как раз про это, все, что вы питаете. Я кину сейчас в апреку. Что у нас по таймингу? Сколько на проекте? ШЕ, ШЕ, а то заснул. Ваши компании которые начинали с чисто прайсового формата на комплектуху, а сейчас они начали продавать талантки, машины, там, whatever, комплектуху для машин, они как бы завтра проснутся и поймут, что, вау, мы еще можем продавать услуги, у нас есть техническая масса пользователей, у нас есть движок для обработки, и есть автоматическая система выпрузки прайсов и обработки. Ну, пожалуйста, тогда не станут опять услуги. Ну, я думаю, то же самое, как и Google, не факт, что когда компания пытается получить свои возможности, то у нее это хорошо получится. Так, пожалуйста, Антон. Я? Да. Смотрите, ребята, и снова здравствуйте. Значит, первых два момента, ну, даже три. Вы почему-то опять думаете, что у вас уже будет каталог, а когда возникнет необходимость искать услугу, почему каким-то магическим образом приложение окажется на мобильном устройстве того человека, который эту услугу хочет, и он ее там найдет. Вы ответьте себе на необходимые вещи. Что необходимо, чтобы ваша система взлетела? Это приложение как-то к человеку сначала должно попасть. Он в этом приложении что-то должен найти. Ну, если вы говорите, что вы будете в основном на мобайл брать. А тут, получается, палка двух... ну, не собирается, короче, пазл. То есть, человеку, когда ему надо какая-то услуга, он будет гуглить или что-то делать. Он не пойдет какое-то приложение ставить, чтобы потом днем искать эту услугу. Да, он пойдет в первую очередь через буру, да. Так вот вопрос, зачем-то, да, здесь мобильное... А теперь вопрос такой, может быть, как раз скорее мобильное приложение нужны будут тем, кто рекламу размещает, чтобы они могли быстро перехватить, там, кому-то здесь надо, там, не знаю, поменять колеса. хоба, и всем пришло сообщение о том, что вот надо мять колеса, какое-то СТО берет, да, мы меняем. Тут вполне возможно, что надо смотреть немножко в обратную сторону. Просто, ребята, вы поняли, что вы там и программисты, и сеошники, и все, и сейчас нафигачим, все будет хорошо. Подумайте, как все, вот в идеальной вашей схеме, в вашем юзеркейсе, вот когда юзерстори произойдет тот и тот, ваш идеальный случай, какие необходимые для этого вещи. Вы потом поймете, что вам надо это приложение как-то человеку поставить, ага, значит, выхода нет. Возможно, это приложение должны ставить ваши клиенты, которые вам подписались. Может быть, какая-то система QR-кодов должна быть, и все. Потому что сейчас это все очень дико сырое, и вот, ну, реально получается, что вы хотите сделать свой собственный интернет, но только для услуг, со своим поиском, со своим blackjack'ом, шлюхами и все. Просто сосредоточьтесь на необходимых вещах, оно все получится, но сейчас пока шило нам было, сори. Спасибо. У нас еще два вопроса. Кто еще где задавал? У вас есть тренд-детест? Или какая-то? Нет, это не происходит. Это была реклама. Порада, баг-репорт и вопросы. Порада. А почему вы ориентируетесь на такой, ну, для того, как там звичайный цель? Почему вы не попробовали ориентироваться на послуги, где-то больше? Мне кажется, что там больше людей платят и у вас уже такой инструмент. По-другому, флаг-репорт я думаю, что у вас на сайте все кроме СТО. Начинаючи стоматологии, гольфклубы, сколичное шоссе, а вот СТО на первой странице тоже хотите есть ресурсы? СТО. Может быть. И вопрос, а если вы ориентированы на Украину, вы бы выносили как основной конкурентную перевагу, то нафига вам КОМ? Нам надо КОМ. Без КОМ? УА это так Отвечай сразу розетка на КОМ ДОМЕНЕ и все встанет на свои места. Я так срезуменную у вас какие-то остальные питания? Почему так? Ну, розетка на КОМ УА. чисто УА это постоянно суды по торговой марке к кому-кому лежит ДОМЕН. Нормальный КОМ это все на всех ПОМ. Без КОМ домена даже BigMeer.net и корреспондент наш. Только из-за того, чтобы не быть... Но я все равно буду смотреть только комментарии, потому что там она сигарет, и она готовит. Я смотрю. И... 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 И как вы засадите людей, если комментарии добровольно? То есть добровольно я буду написать, что у них там был нашел, добровольно, что у них хорошо наделить писание. А если вы еще придумаете какую-то там 50-куровневую регистрацию, то я вообще скажу не спасибо, я не голодный, я не удовольствую. А мы не слышим. То есть... Да нет, никто не смотрит описание. Главное, что полиция. Где вы видели реальные комментарии? Ну, Типсы на форс квэп. Вы видели типсы? Да, Wi-Fi пароль. Все, это самое, что там ценное. Главное, я наговорил, что вот эти комментарии и всего, но вот как вы будете моделировать спектрикандали реальные, что это не отбор, и что вот им можно верить, потому что мы вот... И я вообще не получу. Да. Собрать не получу. Значит, вначале у нас будет вручная модерация, и мы еще рассматривали варианты, добавили иммификацию, то есть мы будем прощать пользователей, те, которые пишут в комментариях. И еще рассматривали. это я уже имею в виду описание. Нет, правильно. Делайте, что-то получится. Пропоную завершить, и если что, то задать потом. Да ладно. Удачи.